Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. Глава 4. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головой, и, наконец, молвил. Кар, кар, здравствуй. Выговаривать по-человечески чище он не мог. Но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо. Сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видел ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал, может быть, может быть. Как правда, воскликнула девочка и чуть не задушила ворона так крепко, она его расцеловала. Потише, потише, сказал ворон. Думаю, это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессой. Разве он живет у принцессы, спросила Герда. А вот послушай, сказал ворон, только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимал о повороне, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше. Ну, этому меня не учили, сказала Герда. Как жалко. Ну, ничего, сказал ворон. Расскажу, как сумею, хоть и плохо. И он рассказал все, что знал. В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Вот какая умница. Раз, как-то сидит она на троне, а веселья-то в этом не так уж и много, как люди говорят. И напевает песенку. Отчего бы мне не выйти замуж. А ведь и в самом деле, подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека, который бы умел отвечать, когда с ним говорят. А не такого, что умел бы только важничать. Это ведь так скучно. И вот барабанным боем созывают всех придворных дам, объявляют им волю принцессы. Уж так они все обрадовались. Вот это нам нравится, говорят. Мы и сами недавно об этом думали. Все это истинная правда, прибавил ворон. У меня при дворе есть невеста, ручная ворона. От нее-то я и знаю все это. На другой день все газеты вышли с каймой и сердец и свинзелями принцессы. А в газетах объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет мужья. Да, да, повторил ворон. Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобой. Народ валом повалил во дворец. Пошла давка и толкотня. Да все без проку. Ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят «отлично», а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакея в золоте и войти в огромные залитые светом залы, и их оторопь берет. Подступит к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова. А ей вовсе не это было нужно. Ну, точно на них порчу напускали. Опаивали дурманом. А выйдут за ворота, опять вретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел. Ну, а Кать-то, Кай спросила Герда, когда же он явился? И он пришел свататься? Постой, постой. Вот мы дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Не в карете, не верхом, а просто пешком. И прямо во дворец. Глаза блестят, как твои. Волосы длинные. Вот только одет бедно. Это Кай обрадовалась Герда. Я нашла его, и она захлопала в ладоши. За спиной у него была котонка. Нет, это, наверное, были его санки, сказала Герда. Он ушел из дома с санками. Очень может быть, очень может быть, сказал ворон. Я не особенно взглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакея в золоте. Ни капельки не смутился. Только головой кивнул и сказал, скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Войду-ка я лучше в комнаты. А все залы залиты светом. Тайные советники их превосходительство расхаживают без сапог. Золотые блюда разносят. Торжественнее некуда. Сапоги его страшно скрипят, а ему все не почетно. Это, наверное, кайф, воскликнула Герда. Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке. Да, они таки скрипели порядком, продолжал ворота. Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиной с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок, и кавалеры со слугами и слугами слуг. А у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос. На прислужника слуги-слуги, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный. Вот страх, ты сказала Герда. А кайф все-таки женился на принцессе. Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по Воронье. Так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже. Да, это кайф, сказала Герда, он ведь такой умный. Он знал все четыре действия арифметики, да еще и с дробями. Ах, проводи же меня во дворец. А, легко сказать, отвечал Ворон. Трудно сделать, постой, я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек. Меня впустят, сказала Герда. Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мной. Подожди меня тут у решетки, сказал Ворон. Тряхнул головой и улетел. Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал. Хар-хар, моя невеста шлет тебе тысячу поклонов. И вот этот хлебец, она сточила его на кухне, там их много, а ты, верно, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть, ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ. И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья. И когда огни во дворце погасли, Ворон провел девочку в полуотворенную дверь. О, как билось сердечко Герда от страха и нетерпения. Точно она собиралась сделать что-то дурное. А ведь она только хотела узнать, здесь ли ее Кай. Да он, верно, здесь. Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы. Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь она решилась ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка. «Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышни!» сказала ручная ворона. «И ваша жизнь тоже очень трогательная. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямой дорогой, тут мы никого не встретим». «А мне кажется, за нами кто-то идет», сказала Герда. И в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхом. «Это сны», сказала ручная ворона. «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас удобнее будет рассматривать спящих». Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его опускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» — она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь, принц проснулся и повернул голову. «Ах, это был не Кай!» Принц походил на него только с затылка, но был также молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны. «Ах ты, бедняжка!» — сказали принц и принцесса. Похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них, только пусть они не делают этого впредь, и захотели даже наградить их. «Хотите быть вольными птицами?» — спросила принцесса. «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?» Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали. «Хорошо, ведь иметь верный кусок хлеба на старости и это». Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала. «Как добры все люди и животные!» Закрыла глаза и сладко уснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головой. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться в дворце столько, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но погостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмачки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота. Сияющими, как звезды, гербами принцы и принцессы. У кучера лакеев и форейтеров дали ей и форейтеров. Красовались на головах маленькие золотые короны. Принцы и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиной к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе. И слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем – фруктами и пряниками. «Прощай, прощай!» – закричали принцы и принцесса. Герда заплакала, а ворона тоже. Через три мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая как солнце, не скрылась из виду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова